Ресторан Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Глобальный продовольственный кризис Это голод Кому выгодно, чтобы люди голодали? Выливалось молоко, уничтожалось поголовье рогатого скота, уничтожались посевные площади Когда начнет действовать план по избавлению планеты от лишних людей? Население Земля и сейчас преднаселена Что за меню ждет нас в ближайшие 20 лет? Американские биоинженеры придумали, как сделать древесину съедобной Какие страны станут жертвами будущих продовольственных войн? Человечество должно быть готово к тому, что одинаково хорошо всем не будет Готовы ли мы будем убивать за кусок хлеба? Продовольственные войны, конфликты могут начаться уже в 2017 году И что случится, когда голодающие начнут поедать себе подобных? Лучше и слаще человеческого мяса они ничего не едали Голод! Смотрите премьеру из цикла «Тайны мира» с Анной Чапман Разоблачение! Сразу после рекламы! Разоблачение! Мировая история свидетельствует Человечество голодало почти всегда В средние века из-за неурожаев вымирали целые города Голод 1125 года уменьшил население Германии наполовину Через 100 лет та же участь постигла Польшу и Богемию Потом последовал великий голод во Франции, Ливонии, Моравии, Австрии и Фландрии Население Европы тогда сократилось на треть Россия голодала почти весь 16 и 17 века, потеряв более миллиона В изящном 18 веке голод снова накрыл всю Европу Погибло 620 тысяч Выжившие ели лошадей и крыс В 20 веке две мировые войны привели к глобальному голоду От недоедания и истощения почти 9 миллионов умерло в странах Азии 7 миллионов в СССР В Европе более 3 миллионов людей До середины 20 века мы жили в обществе, для которого постоянно была цель избежать голода Добиться благополучия материального И сейчас сыто и благополучно далеко не все человечество Голодают в Азиатско-Тихоокеанском регионе земного шара 907 миллионов голодающих в развивающихся странах 65% из них живут в Индии, Китае, Конго, Бангладеш, Индонезии, Пакистане, Эфиопии В Африке каждый четвертый недоедает Половина детей в возрасте до 5 лет истощены из-за плохого питания В Индии страдают от голода 200 миллионов человек В Китае более 150 миллионов И все это может быть только началом глобального голода Всего через пару-тройку лет мы начнем воевать за кусок хлеба Об этом уже говорят в открытую Голодные годы, утверждают специалисты, наступят, когда население Земли вырастет с нынешних 7 до 9 миллиардов человек Планета не сможет прокормить такое количество нахлебников У нас абсолютно нерациональный подход к своим земельным ресурсам То есть мы не используем ту плодородную часть земного шарика, который может людей кормить Именно поэтому в последние годы интересы элиты смещаются с углеводородных ресурсов Пока еще приносящих барыши в сторону сельскохозяйственных Цена на плодородные угодья стремительно растет В год примерно на 10% Этому можно найти разные объяснения Но удивительно, что еще 45 лет назад Знаменитая болгарская пророчица Ванга Предрекла гибель Европы в 2016 году от голода и разрухи Также известно, что Григорий Распутин, предсказавший революцию в России Смерть царской семьи, гражданскую войну и множество других событий будущего Предупреждал о страшном голоде, который ждет человечество в 21 веке Ванга говорил о том, что может быть голод в 21 веке Говорил и Григорий Ефимович Распутин, что может быть очень большой голод Не надо быть предсказателем, чтобы увидеть Цены на продукты в магазинах сейчас растут, как на дрожжах Стоимость продовольственной корзины повышается ежегодно по всему миру В Америке, Азии, Европе Например, в Хельсинки продуктовая корзина за прошедший год подорожала на 10 евро В Париже, Берлине, Риме, Лондоне, Сиднее на 6-7 Минимальный набор продуктов питания, необходимый для выживания в этих городах Обойдется в 380-400 евро на человека в месяц Больше всего вынуждены тратить на еду жители Осло, Цюриха и Токио Необходимый прожиточный минимум там составляет 716 евро Рост цен на продукт может привести к тому, что состояние перманентного голода окажется уже не 2 миллиарда А 4, 5, 6 Только за последние 2-3 года цены на продовольствие в мире выросли на 45% В США рост цен на продовольствие 75% Такими темпами не дорожает даже нефть И ведь речь идет не о деликатесах, без которых можно обойтись А о продуктах ежедневного потребления Мука, картофель, капуста, сахар, мясо, рыба, молоко, яйца, крупы Мы недополучая каких-то химических соединений, ну например витаминов И мы уже начинаем терять здоровье Многие помнят, как в 2010 году в России гречневая крупа ненадолго исчезла с прилавков магазинов Мгновенно в супермаркетах выстроились очереди, а цена на гречку взлетела почти в 2 раза Внезапное резкое прекращение поставок такого простого продукта потянуло вверх цены и на остальные продовольственные товары Кризис задел даже соседние страны В Казахстане цена на гречневую крупу вплотную подобралась к цене на мясо Федеральная антимонопольная служба России провела множество расследований И назвала это повышение цен на продукты первой необходимости молчаливым сговором торговых компаний Обвинив их в согласованных действиях Было заведено несколько дел, но в конечном итоге владельцы торговых сетей отделались небольшими штрафами С помощью манипулирования цен на продовольствие можно существенным образом влиять на экономическое положение стран Можно с одной стороны доводить страны до бюджетного дефицита, с другой стороны навязывать им невыгодные политические решения Но интересен в этой истории даже не заговор монополистов, а совсем другое Если пропажа всего одного привычного продукта вызывает у людей панику Что будет, если ассортимент продовольствия начнет стремительно сокращаться? Люди, которые сегодня привыкли каждый день ходить в супермаркет и покупать там все, что мы считаем для себя нужным Они просто столкнутся с реальностью, которые жили, например, советские граждане в эпоху 30-х годов, да, голода Или, может быть, даже конца 80-х, когда у нас были карточки Конечно, голод на земле, по большому счету, возможен вообще почти в любой момент Это уже было в нашей недавней истории Когда в Советском Союзе в конце 80-х с прилавков начали исчезать продукты Пришлось вводить талоны, чтобы избежать массового голода Мы вернулись к состоянию Великой Отечественной войны Тогда жили по карточкам и сейчас стали жить по карточкам И, конечно, в этой ситуации подобного рода проблемы они буквально взорвали изнутри общества Сегодня продовольственный кризис грозит всему миру Постоянное взвинчивание цен на продукты приводит к массовым беспорядкам Государственный переворот в Тунисе уже назвали голодной революцией Свергнутый президент Зин-эль-Абидин Бен-Али, сбежав из страны, позже признал, что главной причиной народных волнений Стало резкое повышение цен на продукты В свою очередь этот скачок цен в магазинах и на рынках Туниса Был следствием экономического коллапса, спровоцированного спекуляциями дельцов с Уолл-стрит Есть такой вот пищевой бум А тут человек стоит на пороге пищевого какого-то обрыва То есть обрыв вот этой пищевой цепочки По статистике население Земли каждый день увеличивается на 200 тысяч человек То есть каждый день за мировым обеденным столом появляется 200 тысяч новых едоков, которых тоже надо кормить Человечество будет расти К чему это приведет? Естественно, к сложностям продовольственного обеспечения Об этом ученые, профессионалы и практики, и военные в том числе говорят давно Еще в августе прошлого года представитель Оксфордского комитета помощи голодающим Макс Лоуренс Заявил, что миллионы людей в скором времени начнут голодать Если на Земле не будет хватать продовольствия, то войны за еду станут реальностью Страны, которые первыми начнут голодать, примут любые меры для захвата продовольственных земель и водных ресурсов Политики, экономисты, футурологи, социологи предупреждают Причиной новых войн на планете станут и вовсе не энергетические ресурсы Дефицит нефти и газа – это, конечно, реальная угроза для благополучия многих стран Но гораздо раньше и гораздо острее человечество ощутит не топливный, а самый обыкновенный голод Третья мировая скорее начнется за тарелку супа Если массово будет вооружено некое племя, да, где-то в дебрях африканского континента Очень возможно, что это положит начало массовой войне, в которой будут гибнуть тоже сотни тысяч человек Именно нехватка продовольствия может заставить население беднейших стран взяться за оружие Трофеями станут новые пахотные земли и работники, способные на них трудиться Первыми вспыхнут беднейшие страны, население которых растет куда быстрее, чем урожайность полей Несомненно, это в конечном счете может стать толчком к тому, что начнется просто борьба за реальная борьба, военная борьба за продовольственные ресурсы Потом, возможно, какие-то гражданские столкновения, массовое переселение людей, беженцы, экологические и иные катастрофы Кризисная ситуация и в результате, в конце концов, серьезный вооруженный конфликт за пределами Вечно голодная Африка может ринуться в Европу А для Индии может не остаться иного пути, кроме как развивать экспансию на север в сторону пустующих полей России и степей Казахстана Жители Латинской Америки начнут массово продвигаться в США и Канаду На сегодняшний момент около 2 миллиардов 300 миллионов населения Земли живет в состоянии перманентного голода Это и в Африке, и в Азии, то есть люди реально голодают, не доедают и умирают от голода Голодные бунты уже давно начались В соседнем с Тунисом Алжире 30% рост цен на хлеб, сахар и масло привел к двухнедельным уличным мятежам и побоящим с полицией В Северной Африке и на Ближнем Востоке беспорядки из-за высоких цен на продукты и нехватки еды происходят постоянно Как скоро эти голодные бунты и войны за еду докатятся и до нас? Продовольственные войны, конфликты могут начаться уже в 2017 году Это данные ученых США, Европы и ряда других государств Ресурсов России, продовольственных в том числе, хватит на много поколений вперед Одна лишь целина, которую поднимали в СССР, занимает пространство трех областей Астраханской, Кировской и Свердловской Пахотных земель здесь 500 тысяч квадратных километров Россия – огромная территория, да? Больше одной трети нашей страны – это плодородные земли, которые сегодня могут давать большой объем зерновых Главное богатство России – чернозем Этот вид почвы Отличается повышенным плодородием и занимает на нашей территории полтора миллиона квадратных километров Это почти половина, 48% ресурсов чернозема во всем мире Не исключено, что в условиях тотального голода найдется много желающих разделить с нами эти земли 21 век – век борьбы за воду, век борьбы за продовольствие, век борьбы за другие различные формы энергоресурсов Где беднейшие страны, которые сегодня очень сильно в этом нуждаются, явно выступают серьезной потенциальной угрозой не только для России, но и в целом для стран так называемого золотого миллиарда Борьба за продовольствие на всех континентах уже стала символом борьбы за власть Смотрите далее. Что мы будем есть через 20 лет? Насекомые станут отличной заменой нашей привычной пищи Спасет ли человечество искусственное мясо из нефти? Мясо похоже на губку Кому пришла в голову идея кормить людей воздухом? Человечество перейдет к поеданию того продукта, который мы будем синтезировать сами И сможем ли мы питаться травой в условиях глобального голода? Какие-то травы, орешки. Этого вполне человеку будет достаточно Смотрите сразу после рекламы Розоблашение К 2030 году цены на продукты питания вырастут как минимум в два раза Нехватка продовольствия затронет даже развитые страны Европы Но начнется все с Азии и Лосинской Америки 3 июня 2010 года президент Венесуэлы Уго Чавес, выступая на только что национализированном заводе по переработке мяса Обвинил пищевого магната Лоренцо Мендосу в заговоре Это произошло после внезапного двукратного повышения цен на продукты во всей стране Мендоса, я предлагаю тебе посмотреть в это зеркало Не продолжать манипулировать трудящимися и финансировать грязную антиправительственную кампанию Потому что ты у меня на заметке Не считай себя незаменимым, Мендоса Это революция, мальчик Смысл послания президента сводился к следующему Еще одно повышение цен будет для миллиардера Мендосы последним Компанию, которую он возглавляет, национализируют Это была не пустая угроза С 2005 года власти Венесуэлы отобрали у 760 частных предпринимателей их компании Но в марте этого года непримиримого борца с олигархами Уго Чавеса не стало Смерти Чавеса хотели много людей, которым не нравилась сама политическая логика Сама политическая инструментария, которыми пользовался Чавес В один день национализации всех их вложений, их национализирования Переход все под руководство страной Безусловно, не понравится, это огромные убытки, потери огромного рынка и так далее Главы отдельных государств уже поняли Голод лучший способ для установления тотального контроля над своим народом Очень важно, это голод Это недоедание, голод населения Почему это важно? Потому что это уменьшает энергию населения Это ослабляет их перед теми страхами, которые обрушиваются на него В апреле 2013 года в Южной Корее произошло сенсационное событие Под угрозой расстрела из соседней КНДР сюда сбежала Цой Ин О Пробираться через границу под автоматными очередями девушку заставил голод В Северной Корее мой отец получал 200 граммов риса в день и делил их со мной Так что выбор был невелик, либо умереть от голода, либо от пуль пограничников Людей на грани голодного обморока легче контролировать За миску супа они будут готовы на что угодно Разбить себе лоб в память об ушедшем Ким Чен Ире, пожалуйста А голодающий солдат по приказу того, кто снабжает его скудным пайком, не сомневаясь, нажмет на ядерную кнопку Человек, который перманентно голодает, у него истощается мозг Ведь что такое голод? Это когда организм поедает сам себя Сперва поедаются жиры, потом идет какая-то мышечная ткань И в том числе и внутренние органы, и мозг Соответственно, он утрачивает способность к аналитическому мышлению Ему кажется, что враг, вот он, простой и понятный, это тот, кто не дает ему еды Во все времена тайные кукловоды человеческой истории использовали голод как средство для провокации В 2011 году Египет охватили народное волнение Сотни тысяч людей вышли на улицы с требованием отправить в отставку президента Хосни Мубарака 30 лет управлявшего страной Сейчас уже никто и не вспомнит, что началась эта революция как голодный бунт По странному стечению обстоятельств за несколько дней до начала волнений С регионального рынка Северной Африки исчезло свыше 15 миллионов тонн зерна В Египте и в странах Северной Африки резко повысилась цена на продовольствие В первую очередь на хлеб А когда цена растет на хлеб, она растет параллельно уже и на все остальное Спровоцировать голодающих по всей стране на массовые бунты не составило труда В считанные дни разъяренная голодная толпа устроила государственный переворот Интересно, что почти все революции так называемой арабской весны Начались именно как голодные бунты Организаторам этих погромов почти ничего не надо было делать Достаточно один раз сорвать поставку зерна в голодный регион И бунт обеспечен Людям на фоне происходящего процесса голодания или возникновения голода Появилась уже необходимость и желание того, что сменят ту власть, которая им ничего не обеспечивает А просто сидит на шее Продовольственный кризис – это уже реальность Если раньше резкое повышение цен на продукты было обусловлено временными природными катаклизмами Засухой, наводнениями, неурожаями То сейчас рост цен подстегивается растущими потребностями человечества в еде И эти потребности мировое сельское хозяйство уже не в состоянии обеспечить Вся территория, которая возможна для сельскохозяйственной обработки, уже использована Диетологи предупреждают Возможно, скоро нам придется перейти от трехразового питания в день к одноразовому А также отказаться от многих привычных продуктов И первым в этом списке будет мясо Жители азиатских городов первыми испытают на себе дефицит мяса уже через 10 лет Вначале взлетит цена на говядину, потом подорожают свинина и курица Мясо очень дорого в производстве Чтобы сэкономить, люди станут покупать мясо животных, павших по причине свиного или птичьего гриппа Продовольственный кризис изменит привычную схему питания земля Трансгенные продукты уже не будут никого пугать Все человечество бросится искать альтернативные варианты питания И вот тогда уже будет не до гастрономических изысков Насекомые станут отличной заменой нашей привычной пищи В них содержится больше белка, чем в говядине Этот вариант получения белка уже внедряется многими пищевыми корпорациями Поначалу преодолеть отвращение будет непросто Но голод сделает свое дело Наш ежедневный рацион будет состоять из жуков, гусениц и других представителей наземной фауны Люди привыкнут Сменится всего лишь одно поколение И насекомые станут основным блюдом в меню каждого жителя земли Для того, чтобы накормить один городской квартал мясом насекомых Нужно будет всего лишь устроить одну лабораторию Размером 100 квадратных метров ООН напрямую призывает нас питаться насекомыми 14 мая этого года глава департамента лесного хозяйства этой международной организации Ева Урсула Мюллер опубликовала доклад, в котором заявила Ешьте насекомых! Их много! Это богатый источник протеинов и минералов! Госпожа Мюллер считает, что насекомые являются изысканной и питательной пищей Которую давно уже употребляет треть населения Земли Специалисты подтверждают Насекомые действительно полезны и питательны В них содержатся белки, жиры, кальций, железо, цинк Безусловно, нельзя исключать, что та манна небесная, которой Моисей накормил свой народ И была саранчой, которая является, как известно, кошерным продуктом Поэтому стоит принять это всё как есть Считать, что это именно манна, а не насекомые, какие-то животные, жучки или паучки Может быть, те гусеницы, которые на сегодняшний день повсеместно заселяют наши леса подмосковных Или пилильчики, различные жуки и насекомые, которые имеют белковую основу Может быть, в период голода они и будут являться той самой защитой и той самой пищей Которая даст нам будто манну небесную И сможет накормить наше население и спасти его от великого голода Интересно, что жуки и их личинки гораздо питательнее, чем привычная нам говядина Если в 100 граммах говяжьей вырезки 6 миллиграммов железа То всего одна особь саранчи содержит от 8 до 20 миллиграммов В теории всё замечательно Но на практике поедатели насекомых будут испытывать постоянное чувство голода Дело в том, что желудки людей, они рассчитаны на определённый объём пищи Не только на качество пищи Вот мы, допустим, можем съесть какое-то количество говядины, гарнира И человек получает чувство насыщения А вот представьте себе, что вам в тарелку положат буквально, ну, я не знаю, ложку насекомых Вы будете это кушать, но у вас не будет чувства насыщения как такового Чтобы насытиться, людям придётся увеличить в своём меню количество дешёвых продуктов, содержащих неполноценный растительный белок На сегодняшний день это бобовые, в том числе генно-модифицированная соя Но даже эта традиционная еда бедняков очень скоро может оказаться нам не по карману В 1997 году в Новой Зеландии, близ города Нью-Таун, появились странного вида люди С военной чёткостью в городок прибыли колонны грузовиков с сельскохозяйственным оборудованием Закипела работа, сотни людей в синей униформе с невероятной скоростью принялись возводить огромные теплицы Владельцем предприятия была корпорация, принадлежащая семье Рокфеллеров Самый могущественный финансовый клан в мире, видимо, уже 16 лет назад был прекрасно осведомлён О надвигающейся голодной катастрофе И пока всё человечество беззаботно продолжало растрачивать природные ресурсы и опустошать планету Знаменитое семейство миллиардеров заранее постаралось обеспечить себе сытое будущее Сельскохозяйственное предприятие, которое организовали Рокфеллеры в Новой Зеландии Не имеет аналогов ни в одной стране мира Именно здесь, в юго-западной части Тихого океана Ещё сохранились значительные массивы практически нетронутой природы С девственным растительным и животным миром Потомки первого в истории нефтяного магната Возвели на этой плодородной земле гигантские ультратехнологичные теплицы В которых легко создать любой микроклимат Здесь можно культивировать что угодно Любой фрукт или овощ От экзотической папайи до обычного огурца Никаких пестицидов и химобработки Есть даже специальный цех, в котором готовят гумус То есть перегной натуральную почву, как в природе Это позволяет не применять химических удобрений и навоз Которые обычно содержат убийственное количество нитратов А главное, теплицы позволяют избежать трансгенного заражения Вся Америка и Евразия безнадёжно заражены семенами трансгенных растений Они уже повсюду И избавиться от них невозможно В Новой Зеландии этой эпидемии пока удалось избежать Неспроста подконтрольные Рокфеллером сельскохозяйственные компании Так активно скупают семена лучших селекционных сортов растений Без ГМО Когда народы будут голодать, только избранные продолжат наслаждаться вкусом Настоящей органической пищи Дело в том, что если дают до настоящего голода То население Земли может уменьшиться и вдвое, и втрое Любовь и голод правят миром Эту простую истину, сформулированную поэтом Иоганном Шиллером Представители мировых элит не просто выучили, но и старательно применяют Если в ближайшем будущем продовольственный кризис охватит планету Вся власть окажется сосредоточенной в руках людей, производящих продовольствие Без нефти человечество с успехом существовало десятки тысяч лет Без еды оно не продержится и месяца Об этом не говорят Но мировое сельскохозяйственное производство находится под жесточайшим контролем Цены на сельскохозяйственную продукцию Они не оправдывают тех затрат, которые фермеры потратили на производство Схема контроля пищевых ресурсов довольно проста Одним из главных достижений США считается знаменитая фермерская подушка безопасности Государственные субсидии для фермеров В частности, страховка урожая В прошлом году государственные субсидии в сельское хозяйство в США Достигли 23 миллиардов долларов Больше, чем начальное и среднее образование Стоит лишить частные фермерские хозяйства государственной поддержки И начнется ломка Вызвать голод можно одним неловким движением Или продуманным тактическим решением Это один из способов ведения военных действий Если помните, в средневековье, когда крепость окружалась И долго-долго держалась в осаде и в конце концов сдавалась И вот эти методы, как ни парадоксально, в средневековье приходят и в 21 век на совершенно другом технологическом и военном уровне Самый тяжелый экономический кризис прошлого столетия был вызван внезапным падением цен на продукты сельского хозяйства В октябре 1929 года один из самых видных американских экономистов того времени Ирвинг Фишер написал о ситуации в Соединенных Штатах Страна марширует по высокогорному плато процветания А уже через 4 дня фондовый рынок США рухнул И страна вступила в один из тяжелейших периодов своей экономической истории Десятилетие Великой Депрессии Безусловно, Великая Депрессия ударила очень сильно по сельскому хозяйству Были разорены тысячи фермеров Они участвовали в этих вот голодных бунтах Падение совещанного американцам плато процветания было болезненным Безработица превысила 40% Люди голодали Но весь ужас и парадокс этой патовой экономической ситуации заключались в том, что сельское хозяйство Америки в тот момент Производило и поставляло продуктов не просто в достаточном количестве А даже в переизбытке Выливалось молоко Уничтожалось поголовье рогатого скота Уничтожались пассивные площади Ну просто все шло под нож Не продавалось, уничтожалось Эксперты уверены Продовольственный кризис, разразившийся в США в 30-х, был вызван искусственно Наступивший в стране голод позволил усилить власть отдельных кланов И провести через парламент нужные законы Использовать продовольственную дубину в своих целях еще раз не составит никакого труда Великая депрессия была вызвана влиянием финансовых воротил, банковского капитала Как Ротшильды, Морганы, Дюпоны Которые действительно сыграли определенную роль в той биржевой панике, которая произошла С каждым годом контроль над сельским хозяйством становится все жестче 4 января 2011 года в США в силу вступил так называемый БИЛЬ-С-510 Он же акт контроля над безопасностью выращиваемой еды Этот закон под угрозой уголовной ответственности запрещает делиться, обмениваться Или продавать продукты, выращенные на частном садово-огородном участке Он также приписывает американским фермерам, что сажать, в каком количестве и как выращивать Теперь в США любой владелец частного огорода может оказаться нарушителем закона Завыращивание обыкновенных помидоров или картошки Человечество должно быть готово к тому, что одинаково хорошо всем не будет И в этом смысле начинают появляться разные химеры, разные проекты о том, как все-таки накормить всех Можно предположить, что проблема будет решаться и иным способом А именно регулирование численности народа населения на планете Безусловно, голод регулирует популяцию Сейчас в США и странах Европы человек съедает 230 килограммов мяса в год Это вдвое больше, чем 30 лет назад Для производства такого большого количества курятины, говядины, свинины Необходимо не только много корма, но и воды Ученые из Голландского университета Твенти опубликовали исследование, что для выращивания одного килограмма говядины необходимо 15 тысяч литров воды Для производства килограмма свинины нужно 6 тысяч, для курятины более 4 Рано или поздно человечеству придется выбирать, вода или мясо И если без мяса можно прожить, то без воды человек не проживет и неделя По прогнозам ООН, острую нехватку воды на планете мы ощутим уже к 2025 году А еще через 25 лет острую жажду будут испытывать две трети населения Земли Сознательный отказ от употребления в пищу мясных продуктов сегодня в моде Нам то и дело показывают знаменитости, ставших вегетарианцами Бриджит Бардо, Памела Андерсон, Ричард Гир, Дэнни Де Витро Нас уверяют, жизнь без мяса легка и прекрасна Быть вегетарианцем значит встать в один ряд со знаменитыми людьми Именно растительный рацион изначально и составлял основу человеческой диеты Потому что мы по своей природе, мы не хищники У нас нет инструментов, с помощью которых мы можем добывать себе еду животного происхождения Но действительно ли истинная цель пропаганды вегетарианского образа жизни Это только защита животных от ненасытного и кровожадного человечества? Она во многом является пиар-проблемой, пропагандистской проблемой, проблемой информационной Которая постепенно готовит человечество к тому, что, увы, к сожалению, питания не хватает Поэтому надо что-то делать Мясо – главный источник белков и аминокислот, являющихся строительным материалом для нашего организма С медицинской точки зрения, недостаток этих веществ в рационе может привести к различным заболеваниям Например, к малокровию, а в некоторых случаях и к мышечной дистрофии К тому же, только из белков животного происхождения человек может получить необходимый для здоровья витамин В12 Об этом пропагандисты вегетарианства обычно не говорят Мясная пища – это дорогая пища И она, безусловно, не может сейчас быть в тех же масштабах и в тех же количествах предоставлена растущему населению планеты, как это было раньше Многие вегетарианцы пошли еще дальше Сейчас набирает силу движение веганов-сыроедов Они вообще не едят никаких животных продуктов 32-летний Сергей доброздравен Вот уже 5 лет каждый день на завтрак, обед и ужин ест только сырые овощи, фрукты, орехи, пророщенные семена и ботву растений Сергей полностью разделяет философию веганов Основанную на идее, что якобы питаясь сырой растительной пищей Человек усваивает солнечную энергию, которой запаслась морковь или тыква на грядке Огонь для сыроедов – злейший зол А любая пища, прошедшая термическую обработку, биологически неполноценна Несколько видов трав, несколько видов фруктов по сезонам, ягоды Просто то, что банально растет в лесу Если человек питается сырыми овощами и фруктами, медом, орехами То со временем начинает появляться какая-то связь с энергетикой всего мира, с энергетикой космоса Приверженцы этой системы питания советуют перейти на подножный корм всему человечеству Переход на сыроедение, даже просто обычное банальное вегетарианство Уже поможет избежать истощения ресурсов планеты и поможет избежать голода Переход 7 миллиардов жителей Земли на сыроедение Вряд ли это возможно Но если именно так и случится, означать это будет только одно Голод начался Смотрите далее Чем мы будем питаться в 21 веке? Будет искусственная икра, искусственный хлеб, искусственное мясо Сколько будет стоить натуральная еда? На тарелке каши будет настолько высокой, что очень немногие смогут себе позволить есть каждый день Как людям будущего придется добывать пищу? Когда будет мировой голод, люди будут есть все, что движется и все, что дышит На что способен голодный человек? Почему я не должен есть себе подобное? Смотрите сразу после рекламы Разоблачение В 2006 году американские биологи зафиксировали странный феномен По всему миру вымирают пчелы Гибель пчел грозит земле продовольственным кризисом Ведь они опыляют практически все сельскохозяйственные растения Каждую зиму в мире вымирает треть пчелиных колоний С 1961 года количество пчел на планете сократилось вдвое В Европе каждый год теряют по 20% пчелиных семейств Аналогичная тенденция начинает прослеживаться в Латинской Америке и Азии В селе Афанасьевское от Читского района Свердловской области Популяция пчел сократилась в 8 раз Пчела является своеобразным индикатором перспективы экологической безопасности Потому что это крупнейший опылитель сельскохозяйственных культур Если пчела чувствует себя устойчиво, значит в определенном параметре Жизни деятельности человека гарантирована Одна из причин вымирания насекомых опылителей Широкое распространение генно-модифицированных растений Разрабатывая новые сорта сельскохозяйственных культур Ученые заботились об их урожайности, устойчивости к низким температурам А вовсе не о вкусе нектара и пыльцы Результат – пчелы гибнут от голода Великий Альберт Эйнштейн еще в 40-х годах прошлого века рассчитал Как только последняя пчела на планете погибнет Людям останется жить не более 4-х лет И, похоже, мрачное предсказание ученого начинает сбываться На сегодняшний день 78% пчел, видов, различных видов пчел уже исчезли Идет разрушение в правильной пищевой цепочке Которая может в дальнейшем привести просто к элементарному голоду человечества Человек не сможет получать правильные продукты питания И начнется просто процесс самопоедания, самоуничтожения Вероятно, наше будущее гораздо страшнее, чем мы можем себе представить сегодня После глобального продовольственного кризиса Человечество может сократиться в несколько раз Возможно, цена тарелки каши будет настолько высокой Что очень немногие смогут себе позволить есть каждый день Чтобы выжить, многим придется продавать свою кровь А взамен получать пищевой суррогат Восполнить потерю крови и утолить голод Можно будет только убойной дозой синтетической глюкозы Искусственная пища будет похожа на настоящую Но в ней не будет ни одной природной молекулы Когда человек голоден, он готов съесть что угодно Трансгенные продукты будут активно предлагаться покупателям Только питаясь суррогатными синтетическими продуктами Человечество сможет продолжить свое существование Синтетические белки, жиры, углеводы Станут основной пищей после глобального кризиса Наши потомки никогда не узнают вкуса натуральной органической еды Ученые всего мира активно ищут выход из сложившейся ситуации Угроза голода слишком реальна, чтобы ее игнорировать И пока решение номер один – это трансгенные растения Если инновационный какой-то продукт создан И ученые не доказали, что он безопасен То тогда его нельзя выпускать в продажу Мышечную ткань любого животного уже сейчас можно вырастить в пробирке Эту идею активно поддержали защитники животных Даже назначили приз в миллион долларов Тому, кто первым создаст искусственное мясо Но станут ли потребители, есть сердце несуществующей коровы Появление искусственной говядины решило бы многие проблемы Начиная от сокращения выбросов парниковых газов Чем так грешит промышленное животноводство До экономии водных ресурсов Вот только миллион вручать пока некому Результат синтеза мяса из нефтепродуктов О котором успели раструбить газеты Специалистов не впечатлил Мясо похоже на губку Иногда такое мясо можно найти в западных консервах То есть я вот, например, точно знаю, что вот такую консерву Вот британскую я ел И как бы не ел, а я открывал такую консерву И я увидел, что мясо как губка Я её не стал есть Сейчас уже существуют приборы, которые могут синтезировать любую еду Белки состоят из отдельных кирпичиков аминокислот А те, в свою очередь, из атомов углерода, азота и кислорода Нужно лишь создать необходимые условия для осуществления химической реакции И получить готовый продукт А совсем недавно учёным Корнельского университета Удалось распечатать на 3D принтере хлеб, шоколад, печенье, яблоко, сыр, зефир и даже взбитые сливки Вы поймите, что синтезированный продукт Он заменит, может быть, и даже натуральные животных, которых мы поедаем И я думаю, что человечество перейдёт от поедания трупов К поеданию того продукта, который мы будем синтезировать сами Сегодня хозяева глобальных продуктовых компаний Интенсивно ищут способ удешевления производства еды Научные лаборатории, институты нано- и биотехнологии Предлагают использовать в пищевой промышленности Любую органику для синтезирования продуктов питания С точки зрения биологии, человек ближе всего к всеядным животным А значит, кормить его, считают некоторые учёные Может, чем попало Например, деревом Котлеты из брусков или спагетти из веток никто есть, конечно, не станет А вот превратить опилки в крахмал вполне реально Американские биоинженеры придумали, как сделать древесину съедобной Для этого сгодятся генно-модифицированные бактерии В результате обработки помимо крахмала от древесины Остаётся ещё и глюкоза По расчётам производства съедобных опилок можно довести до 4,5 миллиардов тонн в год И накормить почти треть населения планеты Деликатесом эта еда, конечно, не станет Однако, по некоторым прогнозам, спрос на неё предвидится очень высокий Но несмотря на все ухищрения, новейшие разработки и технологии Человечество не сможет надолго отсрочить наступление глобального продовольственного кризиса Универсальное спасение от голода, увы, не найдено Мы все в зоне риска И если вы не Рокфеллер, готовьтесь к худшему Голодный человек способен на любое преступление, лишь бы поесть Это инстинкт самосохранения С ним трудно бороться Опыт многих групп, спасшихся после кораблекрушения или падения самолёта показывает Когда кончается пища, а голодавшие люди принимаются за себе подобных На что мы готовы пойти, чтобы спасти себя от голода? История знает много примеров, когда люди, оказавшись перед угрозой голодной смерти, становились каннибалами Ради спасения ели не только тех, кто умер естественной смертью, но и убивали своих живых сородичей Когда будет мировой голод, люди будут есть всё, что движется и всё, что дышит Такие примеры в истории были и в Древнем Риме, и в Древней Греции Такие примеры, к сожалению, были в блокаду в Ленинграде Трудно поверить, но в Европе ещё несколько столетий назад, когда уже были открыты университеты и жили величайшие гуманисты Каннибализм был обыденным явлением Лишь в середине 18 века европейские государства стали принимать законы, напрямую запрещавшие каннибализм Но окончательно людоедство на континенте прекратилось только в начале 19 века В Европе во времена голода, особенно в таких странах, как Венгрия, как Румыния, ели и людей То есть были случаи каннибализма Это было в Польше, это было в Западной Украине, даже вплоть до того, что варили людей и ели В странах Западной и Центральной Африки, среди различных индейских племён Южной и Северной Америки, среди аборигенов Австралии и Новой Зеландии Каннибализм процветал вплоть до 21 века Поедание себе подобных, ну с точки зрения биологического, человек это хищник Мясо оно и мясо Людоедство встречается и по сей день Даже в, казалось бы, развитых странах Не так давно мировые средства массовой информации опубликовали ролик, демонстрирующий, как сирийский повстанец на глазах своих товарищей вырезал и съел сердце врага Не из гастрономических побуждений, а в качестве акции устрашения В условиях глобального голода такое поведение может войти в норму Когда человек ставит свою цель выжить любой ценой То у него снимаются все моральные преграды И если, например, ему нужно есть, то он будет есть себе подобное существо Современная цивилизация, с её современной либеральной идеологией Она вообще не даёт нам ответ на вопрос, а почему я не должен есть себе подобного? Ещё в 1996 году главы государств и правительств, представленные в ООН, приняли Римскую декларацию о всемирной продовольственной безопасности А также разработали план действий всемирной встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия Мировые правительства ещё тогда предвидели аграрные и продовольственные кризисы, которые с каждым годом всё больше обостряются Только за последние пять лет число голодающих по всему миру увеличилось почти вдвое, на 400 миллионов человек При этом резервы продовольствия снизились в десятки раз Нарастание экологических, социальных и экономических проблем в мире грозит в скором времени великими потрясениями Жертвами голодной катастрофы могут стать миллиарды людей Местности, где развивалась традиционная земледелие, они превратились в пустыню А что же ожидает Россия? В 2010 году у нас тоже была принята доктрина продовольственной безопасности В соответствии с ней, что бы ни произошло, каждому гражданину страны будет обеспечен доступ к продуктам питания и питьевой воде В России плодородных земель достаточно, чтобы накормить весь мир экологически чистыми продуктами Для того, чтобы преодолеть нехватку продовольствия, на планете необходимо рационально использовать имеющиеся плодородные земли И поддерживать технологии высокоэффективного экологического земледелия Экспертное сообщество бьет тревогу Продовольственная безопасность нашей страны может оказаться под угрозой вовсе не по причине нехватки ресурсов или несовершенства технологий Вполне возможно, что в ближайшем будущем плодороднейшие земли России просто некому будет обрабатывать Официальным органам остается только констатировать Российская глубинка спивается Мы за предельной чертой вырождения находимся Потому что при 8 литрах чистого спирта на душу населения идет необратимое угасание вырождения нации Такой войны на наше уничтожение Россия не знала никогда за всю свою историю Сколько пьют в России? И почему смертность от алкоголя выросла в десятки раз? Правда ли, что алкоголь является мощным оружием в руках политиков, стремящихся манипулировать сознанием людей? Неужели нас спаивают специально? Кто же реализует этот адский план по разрушению России? Какие методы борьбы со злоупотреблением алкоголем наиболее действенны? Об этом в следующем разоблачении Многие факты имеют двойное дно И причины событий не всегда таковы, какими кажутся С вами была Анна Чапман Смотрите мое разоблачение Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok